Мистер Штайн идёт в онлайн. Или Мистер Шайн идёт в онлайн. Наверное, Штайн. Потому что Шайн — это очевидное слово на одном языке. Вот, фильм такой я сегодня смотрел. Как же я его посмотрел? А! Это потому что дали интернет, поэтому и посмотрел. А это было уже вечером. А с утра опять не было интернета. И я должен сказать, что когда вот такая вот типа изоляция, потому что у нас всё-таки сейчас гораздо больше изоляции. Ну, то есть у меня почти ничего не изменилось с карантином. Но всё-таки я ходил в консерваторию и видел там очень много людей. А сейчас нет. Очень много людей я не вижу. И вчера вот было всё-таки трудно вот так вот без интернета сидеть. Но, наверное, это всегда трудно. Хотя у меня есть такой лимитированный бесплатный интернет в телефоне. Но я его очень сильно потратил. Не только на то, что скачивал там какую-то запись, которую мне прислал один студент. А просто новости какие-нибудь смотреть, чтобы, ну не знаю, как-то повпечатляться. Я уже привык впечатляться этими цифрами. Хотя я уже замечаю, что хочется так прям ухать и ахать, когда смотрю эти новости. Всякие. Итальянские. И американские. Но я не новости смотрю, я каждую смотрю. Да, кстати, ещё я вчера говорил про воскресшего, заразившегося в России. И он всё-таки опять перестал жить, вроде как. Теперь что-то непонятное с Францией. Там какая-то Полинезия. Но это... Там какие-то ошибки, наверное. На этой карте. Если я буду их все вот так вот... Ну они меня просто впечатляют, потому что я же как бы слежу. Это же всё по-настоящему, я переживаю. Так. Мистер Штайн идёт в онлайн. Это вообще чудо. Чудо, когда есть интернет. Это такая радость. Я, кстати, сегодня и даже вчерашнее видео пытался выложить в ленте. Я специально там немножко застрял. Хотя как специально. Я был голодный и купил батон с сыром такой. Почти весь его там съел. В ленте. И пока ел и пытался загрузить видео, Но там скорость интернета оказалась очень медленная. И всё равно я ждал-ждал, пока загрузится. Тут прибежала девочка маленькая и начала на меня кашлять. Причём с усилием таким. Прямо сильно-сильно кашлять. Я собрался и ушёл. Ну да. А потом оказалось, что всё-таки у меня интернет есть. Ещё я вспомнил про еду, которую делал в Австралии. У меня же в жизни никогда не было особо микроволновки. Только вот здесь вот. Сначала там на кухне я начал микроволновкой пользоваться. А потом уже вот здесь приобрёл. И в какой-то праздник. День национального единства или что-то такое. Национал. У меня просто микроволновка называется Национал. И вот я вспомнил, что в Австралии в 2004 году я делал себе хлебушек с сыром. Я просто устанавливал хлеб. На него клал сыр. И он у меня плавился. И я это ел. Просто постоянно. И сегодня я это вспомнил в магазине. И купил тоже сыр. Ну, в котором я купил тоже хлеб. И благополучно об этом забыл. И сегодня я такого блюда не ел. Так, вот потом я пришёл. У меня как-то всё с этим фильмом связано сегодня получилось. Я пришёл в общагу. Оказалось, что интернет заработал. Начал загружать это видео вчерашнее. И смотреть Мистер Штайн идёт онлайн. Мне очень нравится. У меня же e-mail тоже такой. alex-teraluk.sobaka-yandex.ru Мне нравятся такие стихи в названии. И мне было интересно. Надо сказать, что было интересно. Смотреть. Я думал, что же там будет дальше. Я думал, ну что там может быть дальше. Но при этом, на самом деле, хоть это и комедия. Вот когда я там смотрел этих желтоглазых кокодилов. Тоже французский фильм. Но он драма. Вот там мне было смешно. А тут комедия французская. И мне было как-то страшно. И очень дискомфортно. Потому что я не понимал, что за психология такая. Что там вообще происходит. Хотя, кстати, ситуация тоже была похожа. Какая-то подмена. То есть вот я посмотрел два фильма про какую-то подмену. Это интересно. Но, в общем, здесь про сайты знакомств было. А у меня о них какое-то нехорошее впечатление. Потому что вот этот вот сайт знакомств Баду. Я уже давно там зарегистрировался. И я не могу. Мне не хватает терпения. Но у меня интернет медленный. И, в общем, он мне все время присылает, что мы по вам соскучились. Не то, чтобы мы скучали, но когда же вы вернетесь. И вот так вот. Не то, чтобы мы скучали, но когда же вы вернетесь. Не то, чтобы мы скучали, но когда же вы вернетесь. Не то, чтобы вы... Ладно. Сейчас уже достаточно поздно. И мне трудно сконцентрироваться, чтобы очень много раз повторять это. А им не трудно. Они это повторяют и повторяют. А мне только надоедают. У меня уже неприятные ощущения, я уже не хочу туда заглядывать.